хаишки ребятушки меня зовут сергей это канал хибар и мы продолжаем проходить gates of hell call точнее call to arms gates of hell ost front dls а я не помню как dls называется я не буду говорить потому что я просто тупо не помню до этого мы проходили до стол высота а вот это уже другая другая dls за немцев играем наступление на севастополь прошлой серии мы потихонечку продвигались закрепились в окопах и теперь надо продолжать наступление всем приятного просмотра ребятки чаек кофе какао газировочку можно со льдом там все такое трубочка сахарочек клубничка все как мы любим приятного просмотра кстати клубника уже я тоже уже покупал так что кайф кайф да лето лето наступает потихонечку чё всем приятного просмотра лайки дизлайки если есть желание поддержать канал проходите посылка хватит кричать дайте мне с людьми поговорить чего кричите не кричите вот если желание проходи по ссылкам буду рад любой монетки и соответственно колокольчики жми подписывайся и пиши комментарии потому что обязательно все прочитаю советы поругать можете что-то сказать пожелание и все в этом духе поехали они кричат потому что они видят вот этот пулемет а пулемет он направлен в ту сторону поэтому этому не знаю думаю наверно стоит да и думаю надо взять вот этот максим потому что это просто винтовочные это обычные пехотинцы просто винтовочки у максима а тема твоя и он даже ранен потому что я артиллерийской стрелял по ним так а если мы вот так его тащу допустим все мы вот так его несем 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 а потом раскрываем все отлично вот это самое главное что когда ты едешь вперед он не назад потом повертут когда ты раскрываешь уже боевое положение вот именно туда блин я бы на самом деле вот эту бы зенитку если бы была возможность я бы ее выкатил сюда но возможности нету она нигде здесь не проедет застрянет еще и сломается а кстати смотри флаг поменялся потому что у нас был тут советский союз флаг мы захватили стал немецкий прикольно ну прикольно что я имею до у меняется вот это следующая у нас задача захватить вот эти места а это у нас что птицы ферма блин мне очень грустно что у меня кончаются снаряды у меня осталось один заряженный и один незаряженный два снаряда мощно это печально в принципе можно как тягач пока использовать 30 снарядов не то чтобы много но эти попробуем вот сюда вот выстрелить хорош не зря высел отлично там вообще что никого не осталось хорошая работа продолжайте наступление то есть я наверное так выстрел что у него аж они аж через окно вылетели охренеть наверное и либо что-то забаговалась то здесь получается вообще никого нету раз мы захватили они видимо поэтому отсюда и пошли сюда здесь было поэтому много солдат потому что они отсюда все пошли а следующее нам надо наступать так томатный завод серьезно серьезно томатный давайте потихонечку пойдем но вопрос только еще в том что а вот поэтому наверное мне не так много дают снарядов и боеприпасов потому что здесь не такое жесткое сопротивление чтобы прям вот здесь вообще никого нет вот кстати стойте 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 блин нет подождите наверное опасно туда идти так далеко я уверен что вот здесь вот сломанная что да смотри сломанная план тогда не страшно потихонечку надо подводить сразу точнее по чуть-чуть очень опасно могут сразу начать стрелять но в любом случае я уже не дострелю под по длине ну и опять же заминированы интересно здесь или нет а Я думаю, что надо ближе к правому краю подвинуть арту, потому что вот это ближе справа, и если что, мне артой здесь будет удобно, ничего мешать не будет. Так, лан, пока остановим. Блин, вот эти стуки, это... Короче, да, это в игре, это музыка. Просто вот эти стуки такие бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Мне такое ощущение, что было, что это соседи сверху там молотком стучат, и я еще... Ну, знаете, бывает такое ощущение. Вот сейчас вот бум-бум. Бум-бум. Ладно, давайте, наверное... Мы все равно сохранились, не так далеко отошли, если что. Если что-то жесткое будет, я прям... Опа, вот здесь, кстати, да, вот здесь жестко. Назад-назад! Так, для улучшения своих позиций противник подбрасывать морскую пехоту, членом морского флота, будьте осторожны. Это крепкие орешки, нам придется бросать... Бросить в них все, что у нас есть. Ну да, это, по сути, морская пехота, это, блин, охренеть. Они там, во-первых, до зубов вооружены, у них очень мощные пушки. Да, так и будет. Я не понимаю, что случилось. Смотрите, а у меня не работает прямое управление. Что случилось? У меня кнопка сломалась или что? У меня клавиатура сломалась? Подождите, стойте, у меня клавиатура не работает. Как включить меню-то? Подождите. Вот, сейчас работает. А, все, я не... Фу, блин, вы не знаете мысли? Она, во-первых, с подсветкой. И у меня первая мысль, что, типа, подсветка работает, а что-то случилось с клавиатурой, с каким-то проводом и не работает. И все, я не смогу включить. И, типа, все, нет клавы. У меня запасная, конечно, есть клавиатура, но, блин, жесть. Зачем так пугать-то? Они, кстати, уже наступают. Я не знаю, это морская пехота? Да, это морская пехота. Зачем так пугать-то? Зачем так пугать-то? Отлично. Но он еще не понял, прикинь, так подлетел, но не погиб. Так, попал куда там? В дерево попал, блин. Вот сейчас, может, опасно. 115 метров. Или пушка... Она досюда, что ли, не достреливает? Или что? Странно. Вот это красиво было. Хотя пушка, блин, пушка, это очень важно, на самом деле. Вдруг танки пойдут. У меня же ПТ-стрелки, они же... Они же не просто так, ПТ-стрелки. Могут легкие танки пойти, типа Т-26, которых можно... С ПТ-орудия спокойно разбить. Так, чё, снаряды пока еще есть. Никто не погиб, все живы. Тихо, тихо! Кто стреляет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть, это чё, спаренный, что ли? Да, смотри, блин. Вот так вот. Блин, хорошо, никто не погиб. Это очень хорошо. Я сейчас хорошо попал. Целимся, целимся, хорошо. Выстрел! Промазал, но мешки с песком разбил. А хотя там и никого не было. Ху, блин, пронесло, успел. Потому что спаренные четыре Максима. Четыре Максима, представляешь? Это вот этот вот пулемет. Только их четыре. Представляешь, какая огневая мощь? Хох-хох. Хох-хох. Ой, ой-ой-ой. так тут у нас зенитка у тебя что такое патроны кончились а ты кто у нас тебя патроны кончились ни хрена себе ты так много вел бой что у тебя патроны кончились надо взять тогда не знаю может что-нибудь это советские какие-нибудь подобрать там мы вижу вижу бой ведем так смотри чего у него есть мы кстати можно ппш у него взять аптечки возьмем и автомат тут можно кстати у других тоже взять смотри если я подобрал здесь значит тоже автоматчик да смотри можно нахер тогда выкинуть хотя оставим на всякий случай да мало не пригодятся всех надо подкатывать единственное что я не знаю мы будем обороняться или все таки будет полрос просто наступление потому что я знаю что карлом там будем стрелять скорее всего это я видел по скриншотом по скриншотом видел но не знаю как точно это все будет наступать конечно легче ничего не скажешь но наступать легче зенитку оставим потому что мало ли что пускай она здесь будет инженерами пока вообще не играю но инженеры они для обороны хороши ой блин что у меня же какой-то воздуху ли так смотри мы тут все закончили жалко пт орудия подорвалось я бы его занял смотри даже лента едет смотри как красиво давай стреляй видишь щиток спас сейчас щиток спасает просто еще много патрон перезарядка хорош покачались теперь мы будем бить либо точнее либо либо точнее тут вариантов то особо немного ой так ой меня еще а это инженеры все я думал да все я типа не знаю наступать там уже особо даже занимать нечего там по сути во первых все разрушено там по сути надо просто выбить о хорош хорош вот не зря ой 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 ложись тихо тихо уходим где 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 ну-ка у меня последний снаряд остался но я считаю надо его сюда выстрелить потому что очень тяжело будет пехотой сюда подходить эти сохранюсь так прицел куда вы я считаю что надо выстрелить прямо вот сюда вот в эту крышу хотя я боюсь что я просто в здание попаду и соответственно сейчас я перееду просто я чё своих раздавил что не просто я просто смотрю короче я еду они это прям под гусеницы бегут так в принципе это арта достаточно точная поэтому я не знаю что должно пойти не так ух ты ж елки-палки нихрена себе он как будто прямой наводкой выстрел прикинь все у меня больше нет снарядов теперь я сейчас реально действую как тягач может потом дадут грузовик боеприпасы ой 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 больно тем более там скорее всего морская пехота до санитар это кто стрелок ветеран хрена себе так а тут их двое принципе можно попробовать смотри я их завалил серьезно хорошая работа солдаты хорошие да надо смотреть что дальше будет я не думаю что у меня как какая-то зачистить опорные пункты так я не думаю что будет какая-то вам поручено разминировать мины и поля на севере это позволит подвести наши подкрепления а интересно меня контратаковать будут у него еще и боеприпасы кончились это автоматчик ну надо у гвардейцев что-нибудь взять морпех у него винтовки дп-27 так я возьму дп-27 где так пулеметчик морпех я хочу вот это выложить на тут потому что дп у него огневая мощь просто колоссальная если ему правильно управляться смотри все влезло отлично ну и все я так понял не будет никакого наступления контратаковать меня никто не должен наверно могут оттуда вот пойти вот с той стороны карта-то расширится сто процентов потом в итоге ага ну смотри там кто то есть и смотри их даже там не один куда ты пошел завалят хорош где-то здесь еще сидит блять я боеприпасы тоже кончить охренеть блин где мы с да не подведут подкрепление скорее всего будет какая-то машина снабжения потому что у меня патроны кончается подбирать с каждого такое себе просто хочу распределить пехоту потому что не хочу чтобы они все в одной куче просто сидели и все все мы всех что и завалили окей отлично чуть не заметил как того ладно так где мои инженеры разминировать поля ох откуда начинать то надо аж отсюда а я говорил вот я танком то поехал сюда а если я здесь поехал я бы мог подорваться а кстати а 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 так ребятки чего бы вам рассказать пока идет очень можно сказать нудный процесс знаете что надо сделать надо просто выстроить смотрите я как сделаю сейчас как я и говорил до этого надо поставить цепь я думаю у них у каждого же есть скорее всего да ты вот так мы сделаем и всем сейчас включим этот миноискатель а у тебя нету серьезно ты пошел нахер тогда так у тебя тоже нету ты тоже тогда вот у тебя есть здесь музыка хорошими вот прям нравится не знаю не во всех некоторых она как-то более боевитое что ли или какая-то вот это вот не знаю здесь вот какая-то необычная знаете сложно сказать она вроде боевая такая заставляющая взять оружие идти вперед а с другой стороны она обреченная как будто все равно все будет плохо нет я неправильно включил вот мины уже пошли лишь они все в одну сторону пойдут да блин надо еще шире так всем отставить надо еще шире идти видишь смотри где они аж появляются и до сих пор появляются надо больше людей у кого здесь еще есть серьезно больше никого нету да реально смотри ни у кого нету ладно аж до самого конца хренеть я могу конечно ускорить время вот да это конечно хорошее хороший способ то есть так да ты и давайте так и сделаем ускорим потому что это очень долго будет все ну и вопрос не знаю если мы это все разминируем точнее это надо именно еще мины поднимать или это просто разведка мне кажется это просто разведка у меня не хватает людей потому что скорее всего вот здесь вот тоже мины есть вот здесь вот где мышка мне сейчас скорее всего еще обратно придется идти мы посмотрим как засчитается нет ну я считаю такие задания все равно должны быть война не складывается только из-за какие только из там мощных танковых атак оборон иногда это и всякие шпионские дела и маленькие разведки и минирование разминирование там копать туда-сюда перевозка очень много войну дел которые они незаметны глазу то есть о серьезных хорош с кинал спален пропала я не успел дали на чё там бельбека под нашим контролем не успел прочитать с дополнительным подкингами я жду что вы пройдете советскую оборону и подготовите к там как быстро в смысле короче мне доступна новая супер местная отдам ваше командование по нашу замортиру карл ты смотри как быстро пропадать что серьезно тихо 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 подожди я паузу жму просто вот я их сюда поставил поэтому они сразу и разведали охренеть блин здесь смотри какие ух да здесь конечно вы только вздумайтесь сколько мне потребуется сил чтобы все это зачистить это просто охренеть это просто жесть во-первых у меня под огнем моя мортира которая может просто погибнуть очень быстро а у нее между прочим боеприпасы есть так давайте включим медленно чтобы я успевал двигать все надо срочно все ой 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 все очень плохо блин знаете чё я хочу сделать я хочу перезагрузиться авто сейф а я уже не перезагружусь наверное короче не надо стрелять всем отставить огонь отставить просто все начнут стрелять сразу и будут большие потери новое задание расчистить подъезду северу софии перед короче это что это церковь что ли какая-то или что софи чё там какую-то я не заметил чё там было написано сложи что ты делаешь очень медленно надо развернуть подразделение готово к атаке мы можем начать мы можем начать любой атаки главная батарея атаковать фланг я считаю что нужно атаковать фланги справа надо идти потому что здесь а это еще и минометы тут херачат надо уходить нахер отсюда бросать надо все пулеметы просто валить нахер отсюда потому что три триггерятся они там стреляют минометами херачат я потерял блин это так обидно на самом деле следите за мином поля так и противокандрами позиции они могут быть опасными для нашего наступления держите ухо востро и ожидайте советские контратаки противник не собирается сдавать хребет без боя контр-атаки вообще замечательно это чё такое ни хрена себе вот это танк кто стрелял сейчас грузовички так надо осмотреть все что мне вообще дали что дали что не дали у нас тут просто охренеть сколько боеприпасов а это для того чтобы карлом стрель потому что его один снаряд будет очень много стоить насколько я знаю у него по моему 800 миллиметров так у этого 600 а возможно 800 миллиметров это у берта по моему или герта короче этот железнодорожное орудие 800 миллиметров а у этого 600 до так ладно тут у нас короче боеприпасы это у нас зенитка видимо как-то оборонять подходы какие-то вот интересно какая будет контратака как они собираются если что наступать короче миномет надо завалить очень он меня раздражает он сидит вот здесь один миномет на самом деле наводит очень много шороху так давайте уж нормальную скорость ключ тем более еще дострелить до него не могу вот теперь могу но не знаю стоит ли этим заниматься или нет тихо тихо это кто там куда ты пошел идиоты куда вы идете долбоебы если честно сказать кто вам дал вообще этот приказ я не понимаю вы чё двигаетесь я не понимаю что происходит я вот честно не могу понять вот что я что-то не понимаю или что я даю им команду стоять они идут я наш вот я даже разные нажимаю они не должны двигаться без моего приказа какого хрена вы двигаетесь режим движения свободное перемещение отключаю вот я не понимаю это считается включено и не включено какого хрена вы двигаетесь идете куда-то что за бред бля еще надо вот эти а как я вылечу я их не вылечу они под обстрелом сейчас будут просто и все я ж могу медика позвать попробовать хотя бы вот этого вылечить но у меня ощущение что что просто будет шквальный огонь и я еще и медика потеряю тут оборона и она не должна быть очень жесткой это кстати кто у нас пз4 что нет это вообще 38 а вот это интересно кстати танк очень мне нравится это тоже один из любил вот если но вообще он по моему французский это же b1 bis по моему или как он там называется вот что ты делаешь вот я тебе сказал стой куда ты блять двигаешься не понимаю просто вообще запрещаю тебе стрелять у него есть короче орудия я тут очень мелкие цифры я них хера не понимаю а 4 7 миллиметров и 7 с половиной то есть есть вот в башенке более легкая есть такое вот более осадное орудие я помню в какой-то части я играл за этот танк в какой-то старый по моему за диверсант то это ну в тыл врага диверсант и что-то типа того но по моему он французский танк считается это у французов такие танки были у немцев таких не было это трофейный по моему а я кстати вылечил слушай а я вылечил может я смогу этих вылечить аккуратненько или он погиб все таки да вроде я вылечил потому что мертвеца то тут нету если начнут стрелять надо убегать просто смотри они не стреляют раухтим от 1 санитета раухтим на просто блин хорош сохраняяя своих солдат я потом займу все равно эту артиллерию и все будет хорошо отлично убегаем валим отсюда хорош медик ты блин красавчик валим нахер ух так это еще танки которые сделаны по подобию первой мировой по ромбовидные вот эти которые через весь корпус гусеницы идут такой такой салют забавный был это по мне сейчас стреляют или что такое ощущение что это по мне стреляют это по мне стреляют уходим так а я вообще далеко могу стрелять этой пушкой смотри кстати я могу прилично стрелять далеко надо сюда жахнуть как ни крути не хочу пока карлом играть хотя очень хочется по пострелять из него по этим позициям как минимум отлично да нет такой такой же такой грустный голос был мне даже что-то жалко стало так надо прям вот сюда попасть хорош я прям попал куда мне надо отлично теперь мне надо разбить вот этот миномет но я туда не дострелю очень далеко я считаю мне нужно пополнить боеприпасы одним грузовиком сейчас пойду отвезу сколько время уже 40 минут так давайте хоть посмотрим как он едет вообще это же блин просто охренеть кто им управляет на самом деле как он едет где у него двигатель но двигатель ладно двигатель вот здесь вот но кто за рычагами а он чё не едет что ли или чё подожди у него должна быть как а вот оно чё походное положение точно он же опускается потому что почему он опускается если это было на самом деле он почему опускается потому что от выстрела его во первых земле прижмёт и очень сильно назад откатиться из-за этого подвеска очень может сильно пострадать потому что отдача очень сильная и соответственно у него ходовая может просто нахер рассыпать блин красиво махина вообще подвесочка вон красивая классная классная штука вот вопрос как она стрелять будет насколько давайте посмотрим насколько она далеко стреляет мне кажется она должна очень далеко стрелять но судя по тому что там уже красная она стреляет не очень далеко да смотрите чё то как-то она не очень стреляет далеко серьезно а чё так мало я конечно понимаю что снаряд тяжелый но чё так мало всего лишь 270 ёлки палки по моему по моему гусеничная вот эта b4 советская мощная гаубица она по моему на 350 если не дальше стреляет или 370 это же понимаю снаряд тяжелый но чё так мало 270 очень мало ну ладно но я понимаю здесь береговых то нету орудий они мне в принципе до меня то это вообще поломано сразу видно короче я знаете чё думаю надо надо вот может быть не обязательно наступать флангом но можно просто флангом здесь вроде как побезопаснее хотя без разницы какая разница можно и здесь наступать потихоньку по копам блин а смотрите какая карта на самом деле огромная так ладно меньше слов больше дело время просто летит надо боеприпасы бизону отвести а еще бы пригодился снайпер ойс если бы был снайпер я бы сейчас потихонечку бы так и зачищал медитативно постепенно чисто одной пехотой тяжеловато так давайте газку подбавим смотрите 22 23 я пока газ еще не жал вот сейчас же нет сейчас я в окопы заехал а так это гусеничная ни хрена себе я только сейчас заметил прикинь гусеничный тут интересно я что-то даже не видел таких грузовиков ни в какой части во первых и даже на хрониках что-то не обращал внимание что были гусеничные какие-то немецкие ну подобные грузовички я знаю что были но вот чтоб такой не не видят так ну чё пополняем блин смотрите как полоску убавляется мощно а получается одна треть полоски это полный боезапас бизона 9 снарядов ладно давайте быстренько осмотрим что мне вообще тут дали смотрите мне дали огнеметчики кстати говорились про контратаки но скорее всего контратаки будут когда я займу хотя бы какую-то линию из этих я вряд ли думаю что они сейчас начнут смотрите здесь все одинаково здесь кстати дали мне арту небольшую до это та самая что у меня до этого потерялась вот здесь вот тоже самое это отлично как раз можем бомбить по миномету их по их минометам так но время еще есть хотя нет времени уже нету где этот миномет черт возьми сидит вот он сейчас я подкачу я его уничтожу и на этом мы закончим так что ребятки подписывайтесь на канал ставим лайки обязательно дизлайки тоже можно пишем комментарии советы желания пожелания я все буду читать всем обязательно отвечу отлично вот так же жми колокольчики чтобы не пропускать следующие видосы обязательно проходи по ссылкам но если это есть желание поддержать канал то по ссылкам проходи буду рад любой монетки это не танк это болванка летит в тебя вот так хотят судя по точкам там выжили надо еще контрольный наверно все странно там какая-то точка такая непонятная вот так что обязательно шмакай колокольчики чтоб не пропускать следующие видосы вот я даже сейчас противотанковая уничтожил ружье вот здесь еще сто процентов сидят прилично наверно вот так что продолжим следующие серии всем спасибо за вашу активность и поддержку очень приятно когда вы пишете что-то вообще смотрите будем проходить дальше кстати когда я пройду все я не знаю чем я буду заниматься в этой игре потому что динамическая мне не нравится мульти про мультиплеер здесь вообще какой-то я я на стриме вот заходил на стриме вообще жесть какая-то никого нету либо из того списка что есть половина под запаролена вторая половина с модификациями модами какими-то как я не могу к ним подключиться а другая часть просто какие-то карты где нет народу и такой чувак создает карту 4 на 4 или там 3 на 3 и никто туда не заходит вот и весь мультиплеер реально я посидел на стриме можете глянуть еще там вообще нету интересно вот соответственно продолжать все и всем спасибо ребятки всем до встречи и всем пока субтитры сделал DimaTorzok